День украинского флага Как реформа госслужбы переформатирует чиновников? Как догорали дела в Харькове? Пылал апелляционный суд. Что осталось от документов? Украина отмечает День флага. Сегодня утром на Софиевской площади в Киеве национальное знамя торжественно подняли пятеро украинских военных, участников антитеррористической операции на Донбассе. Президент Петр Порошенко тоже принял участие в церемонии. Сказал, что нынешнему поколению нужно сделать все для восстановления целостности Украины. Чтобы синий-желтый флаг развивался над всей территорией страны, включая Донбасс и Крым. Упомянул глава государства и о европейских перспективах Украины. Верните внимание, как нашему прапору пасует соседство с прапором Европейского Союза. Два с половиной месяца назад мы выбрали возможность свободных путешествий до Европы, совершивши для этого все необходимые реформы. Наши дипломаты выиграли неледко борьбу с Российской агентурой, которая пыталась взорвать ратификацию угоди про асоциацию с Европейским Союзом. И 1 вересня, буквально через неделю, угода про асоциацию набывает чинности в полном обществе. Наполегливо, працюючи, мы будем наближать те дни, когда в перспективе Украина станет и членом Европейского Союза, и участницей НАТО. Синий-желтый знамя сегодня развивалось по всей стране, даже в самых отдаленных ее уголках. Самые яркие кадры в нашем материале. Во Львове национальный флаг Украины подняла Ангелина Гуртяк, девочка из Луганска, чей отец-доброволец погиб под Марьинкой Донецкой области. Военные также торжественно пронесли синий-желтые стяги, которые были в самых горячих точках Донбасса. А в Черкассах открыли первый в области народный памятник бойцам АТО. Юноша преклоняет колени перед погибшими и молится о живых. Возле него настоящие отстрелянные боевые гильзы, привезенные из Донбасса. Памятник создавали исключительно силами военнослужащих и волонтеров. В Днепре мастера создали флаг, украшенный петриковской росписью. На шелковом полотне около 10 оттенков желтого и синего цвета. Это самый большой петриковский флаг Украины. В Запорожье люди традиционно собрались на острове Хортица. Прежде чем поднять флаг на самом высоком в Украине флагштоке высотой 90 метров, присутствующие почтили минутой молчания погибших за независимость Украины. А местных волонтеров наградили орденами и медалями за помощь украинской армии. А в Одессе на Потемкинской лестнице молодежь развернула огромный флаг. Этой традиции уже много лет и каждый год стяг на метр длиннее. Сегодня знамя было длиной 26 метров. Именно столько лет независимости Украины. В синей желтой одежде и не скрывая лиц. Так отмечали день флага в Севастополе. Жители устроили флэшмоб на набережной. Участники акции сами выложили фото в соцсетях. Собрались спонтанно, просто обзванивая друзей. Говорят, хотели показать, что в Крыму тоже есть патриоты Украины. И что материковым украинцам нельзя отказываться от полуострова. День украинского флага отмечали и на передовой. Стяг поднимали фактически под обстрелами. Впрочем, наше знамя чествовали и за пределами Украины, в Соединенных Штатах и столице Евросоюза Брюсселе. Как прошли торжества, мы обязательно расскажем чуть позже. Добыча по черному сотни миллионов гривен. Это месячный доход от нелегальной добычи песка в столице и окрестностях. Только в Киевской области работает около 60 незаконных точек. Все попытки активистов приструнить нелегалов тщетны. Из им снаряды работают неустанно. Кто крышует черную добычу, разбирался Александр Васильченко. Это видео сняли три дня назад в село Погребы Броварского района. В затоке Десны, всего в нескольких километрах от Киева, браконьеры незаконно добывают песок. Намывают песок вот таким земснарядом. Его стоимость около 100 тысяч долларов. А это песчаная карта. Намыли ее за две недели. По подсчетам экспертов, здесь более 30 тысяч тонн песка на сумму около 4 миллионов гривен. И это еще скромные подсчеты, утверждают антикоррупционеры. Такой промысел приносит сотни миллионов гривен в месяц. Мы берем сам песок, его себестоимость. Да, сейчас там где-то 120 гривен. Пускай 100-120. Сколько затрачивают браконьеры? Они тратят на земснаряд, если это не их, не берут в аренду. И они тратят на трактор, который просто забрасывает на машину. Это пускай 20 гривен. Ну, стоны. Пускай еще 10 гривен за локоть, который перевозит эта машина там на точку. И отдает этот песок. Без документов. И мы считаем, за месяц, если брать в день 300 тонн, это получается 500-600 миллионов гривен. Чистый мин. С такими доходами, по словам активистов-правоохранителей, можно не бояться. К слову, после того, как в погребах полицейские опечатали технику, черные добытчики еще два дня намывали песок. Когда мы приехали на место, здесь дежурил участковый. Сообщил, охраняет имущество. В это же время на земснаряде находились неизвестные. Они запустили оборудование и готовы были продолжать мыть песок. Ну, зрозумите, у нас же доступа, как его правильно назвать, баржа, ну, земснаряд, грубо говоря, находится на воде. Мы же ее на воде не можем, там, работника на лодке посадить, чтобы охранял. То есть, обеспечиваем, как можем, охрану данного объекта. В прокуратуре Броварского района заявили, подали в суд ходатайство об аресте техники. Однако, кому она принадлежит, пока неизвестно. Работающие на месте люди предоставили не все документы. Завладение грунтовым шаром земельной делянки водного фонда. Конкретно каких-то действий, конкретных винных посадовых людей наразе неможливо сказать. Это уже не первый громкий скандал, связанный с нелегальной добычей песка в погребах. Ранее коррупционную схему покрывали бриллиантовые прокуроры. Активисты уверены, сейчас за делцами тоже стоят правоохранители, занимающие высокие должности. Есть всегда процессуальная складыва. Если следователь, а за указанием прокурора, а самостоятельно, а порадившись с руководителем полиции, уже в заходах для того, чтобы кропотание, заведомо, уже было в кропотании, было отмолено, это и есть коррупционная складыва. Можно уже отверто говорить про то, что на данный час там точка появилась, и она начала працювать. Кроме нас, на ней никто не захотел ехать. Ни полиция, ни прокуратура, ни контролюющие органы, ни экология. А это уже Киев, район станции метро Выдубычи. Здесь активисты перекрыли выезд с закрытой площадки. Утверждают, на территории базы нелегально из Днепра намывают песок. Вызвали полицейских, но те отказываются разбираться в ситуации. Свои действия не комментируют. Я неуповнуважен. Как Вы неуповнуважен? Он просто заинтересован на Львове. Я неуповнуважен. Чекаем, пожалуйста. Вы разбираете ситуацию. Расскажите, что Вы уже выяснили. Как выяснилось, арендует территорию компания «Мостострой». Соответствующие документы показал мужчина, который представился инженером предприятия. Спецразрешений у него нет, но утверждает, добыча здесь действительно идет. Ну, добывают. А нелегально или легально, пусть представители закона разбираются. Представители общественности не пускают, чтобы проверить действительно. Нет, не пускают. А Вы можем пройти посмотреть? Вы нет. Позже активисты все же прорвались на территорию базы. Говорят, там установлена труба, с помощью которой и намывают песок. А только что мы прорвались на территорию и посмотрели, что действительно есть место, где они намывают песок. И есть место, где они разгружают с баржи. Активисты намерены блокировать выезд с базы до тех пор, пока полицейские не составят протокол и не откроют уголовное дело. Александр Васильченко, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Полиция проинспектирует работу НПК. Речь идет о разбирательствах по делу главного радикала. Полицейские решили проверить подлинность подчерка Олега Лешко в протоколах нацагентства. Якобы в документах о совмещении нардепа, депутатства и редакторства возможны фальсификации. Чтобы проверить подчерк, назначена специальная экспертиза. А следователи нацполиции запросили доступ к архивам редакции газета «Политика». И это при том, что еще месяц назад суд закрыл производство. В самом нацагентстве об этом вообще мало что знают. Документы за его подписом – это доручения, доверенность, подписанные лично ним, как главой управления закрытого акционерного творчества редакции газеты «Политика». А вот эксперты в согласии полиции проверить протоколы усмотрели политические мотивы. Сегодня решается вопрос, будет ли радикальная партия Лешко в коалиции осенью в парламенте, провластной коалиции или не будет. Если Лешко войдет в коалицию, если Лешко договорятся, все эти дела будут закрыты. Если Лешко будет упираться или будет слишком высокую планку выставлять торгов в торгах, то безусловно об этих делах будет постоянно говорить. То, что национальная полиция возбудила все-таки это дело, говорит о том, что, наверное, Лешко сегодня ближе к коалиции намного стал, и дела сегодня постепенно начинают разрушаться. Ему очень знаково, что в последнее время часто то, что говорит Лешко, звучит в унисон с тем, о чем говорит власть, и решение национальной полиции на руку Лешко. И такие решения без воли, как минимум, министра, безусловно, не принимаются. Условия, в которых содержат заключенных в Одесском СИЗО, ужасны. Это первые впечатления замминистра юстиции. После скандала с избиением заключенных в следственном изоляторе Денис Чернышев приехал в Одессу с проверкой. Уверяют, подчиненные скрывали от него истинную картину произошедшего. Напомню, на массовое избиение заключенные пожаловались в минувшую пятницу. Таким образом, сотрудники СИЗО якобы мстили за то, что один из арестантов убил сотрудницу изолятора. Тюремщики до последнего открещивались, что применяли пытки. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы. Министерство юстиции, я хочу это подкреслить, никого покрывать не будет. Мы уже передо мной выяснили критические точки, по которых были допущены порушения. Мы выяснимо реально всех винных. И прокуратура подаст подание до суду про притягивание людей до ответственности. Незаконными назвал действия руководства СИЗО в Одессе генпрокурор. Юрий Лусенко возмущен жестоким избиением заключенных. Во время поездки в Днепр он отметил, прежде чем вызывать спецназ пенециарной службы, руководство СИЗО обязано было согласовать это с прокуратурой. Я ставлю вопрос о личную ответственность не только руководителя спецназа, не только руководителя колонии, извините, изолятора, но и о долю всей пенециарной службы. К сожалению, она малооплачивается, коррумпирована, нехтует законами и неэффективна. А еще генпрокурор настаивает на отставке министра финансов и уверяет, письмо с требованием отстранить Александра Данилюка от занимаемой должности он уже написал. Столь резкую реакцию руководителя ГПУ вызвало предписание министра, которое отменяет повышение зарплат, в том числе и для сотрудников прокуратуры. Без миллионных премий останутся чиновники Минюста. Кабмин ограничил максимальный размер наград для госисполнителей. Теперь эта сумма не должна превышать 308 тысяч гривен. Напомню, на днях и вокруг Министерства юстиции разразился скандал. Выяснилось, что за последние месяцы премии некоторых чиновников ведомства достигали миллионов гривен. Сверхдоходами уже заинтересовались в НАБУ. Больше в сюжете. 23 миллиона гривен премий за май и июнь получили шестеро госисполнителей и двое руководителей департаментов Минюста. Об этом удалось узнать благодаря запросу журналистов, поинтересовавшихся резким ростом доходов чиновников. Как видно из официального ответа, премии некоторых служащих от миллиона гривен. Больше всех получил иман нещадим. Почти 9 миллионов за два месяца. При том, что даже зарплата президента Украины 30 тысяч гривен. Такие цифры вызвали бурную реакцию украинцев. Вот цензурных слов я подобрать не могу. Вот просто не могу. Это просто... Вибачте, но это суцельное б***ство. Вот таке чините. И еще в структуре Минюсту. Мают быть у людей певные моральные какие-то рамки. Что ты такого паскуда наробив, что ты себе 7 миллионов премий написал? После таких высловливаний, после такой позиции, ганебной работы министра юстиции, завтра должна быть постановка про отставку министра юстиции с этой посадки. В самом Минюсте сразу же оправдались. Мол, это не премии, а награды. По закону исполнители получают проценты от суммы денег, которые взыскали с должников и перечислили в бюджет. Якобы именно эти чиновники помогли вернуть государству целых 745 миллионов долгов. Но вот с кого именно стянули деньги, неизвестно. Этим уже заинтересовались в общественном совете при НАБУ. Глава, видя, что, например, некое жирное так называемое дело, он его расписывает себе. Или некому кругу близких товарищей, 5-6 человек, которые могут и откатом поделиться, и рассчитывать на определенные суммы. Либо второй сценарий – это, скажем так, искусственный между собойщик, когда компания А подает в суд на компанию Б об истребовании огромной суммы денег. Просто из одного кармана деньги перекладываются в другой карман, а вот эта некая маржа, да, 2%, она достается госисполнителям. Сегодня ситуацию со сверхдоходами чиновникам Минюста прокомментировал и премьер. Очевидно, что это была такая программа, которую допустили. И этим использовались выконавцы, приватные выконавцы. Конечно, эти деньги не имеют отношения к государственному бюджету, но вместе с этим должны быть ограниченные, розумные подходы. Я посмотрел, и коллеги, я думаю, видели, и все видели цифры. Заразумело было, что они захватные. Ну, нужно сразу что-то управлять. Максимальный размер наград для госисполнителей Кабмин уже ограничил. Теперь это не больше 300 тысяч гривен. А вот откуда все-таки взялись 23 миллиона премий? И знал ли министр юстиции о таких зарплатах своих подчиненных? Теперь предстоит выяснить правоохранителям. Алексей Пшемыский, Владимир Самченко. Подробности – телеканал «Интер». А вот новым чиновникам, которые придут на смену старой гвардии, обещают зарплаты от 20 до 60 тысяч. Пока в 10 пилотных министерствах, где в сентябре стартует первый этап реформы госслужбы. Желающих сесть в чиновничье кресло с новым окладом, хоть отбавляй, кто они и чего от них ждут в Кабмине, узнавала Ирина Романова. О реформе госслужбы говорили давно. Но, наконец, в Кабмине дали зеленый свет. В этом году собираются переформатировать 10 министерств. В списке МинАПК, Минздрав, Минфин и Минрегионстрой. В следующем году остальные 8. Потребно створить новые директораты в 10 пилотных министерствах, как целиком новые подраздели, которые должны построить свою работу сгодом стандартам Европейского Союза. Протягом примерно 6 месяцев новые директораты смогут нанять новые кадры. В новых подразделениях и должности новые. Гендиректоры, руководители экспертных групп и госэксперты. Всего около тысячи вакансий. Конкурс объявят вот-вот. Это новый, абсолютно новый порядок конкурсов, новое отборное. Это прозорная видеофиксация, это залучение независимых рекрутеров. Я надеюсь, с 11 вересня мы начнем конкурсные отборы. Портал, куда можно подать заявку на конкурс, пока работает в тестовом режиме. В сентябре начнет функционировать полноценно. Тогда же можно будет подавать документы. Уже зарегистрировали около 800 заявок. Один из кандидатов – Игорь Харховый. В составе экспертной группы он все лето мониторил работу Минрегионстроя. Я пришел с громадского сектора в министерство. Экспертные группы, которые были створены в 10 министерствах, большинство этих экспертов, она пьет на государственную службу. Потому что государственная служба, на самом деле, потребует таких экспертов, людей с новыми подходами. Собирается на конкурс Иалла Зарожевская. На постслужбе 10 лет работала в Римненском управлении юстиции. Теперь в департаменте экологии. Зарплаты у областных служащих минимальные, а обещанный министерским чиновникам оклад от 20 тысяч мотивирует. Работная плата в размере, скажем, 30 тысяч гривен. Если выраховываете сегодняшние цены и вы сами знаете уровень жизни, то я считаю, что такая заработная плата должна быть у всех государственных службовцев. 60 тысяч гривен – это, конечно, более привабливее. Но не станут ли высокие оклады новых чиновников причиной конфликтов со старыми кадрами? Конечно, есть риски. Поэтому мы тем временем увеличиваем штат Министерства, но именно на полгода. Поэтому, когда директораты будут набраны, на такую же количество все министерства, но дополнительно еще на 5% они будут сокращены. Впрочем, и нынешние министерские служащие тоже могут поучаствовать в конкурсе. Профинансируют зарплаты новых чиновников. Евросоюз уверяет в Кабмине. 10 миллионов евро от ЕС уже направлены в госбюджет. Всего ожидают 100. Если реформа пройдет не для галочки. Ирина Романова, Владимир Самченко, Вадим Ревун. Подробности телеканал Интер. Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о новом школьном перемирии на Донбассе в связи с началом учебного года. Это подтвердил спецпредставитель ОБСЕ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик. На переговорах согласовали бессрочное прекращение огня с полуночи 25 августа. Впрочем, участники трехсторонней контактной группы так и не смогли договориться об обмене пленными. Боевики продолжают блокировать освобождение заложников. Они требуют возвращения 42-х человек, которые не имеют никакого отношения к событиям на Донбассе. В зоне АТО сегодня относительно тихо. С начала суток всего 4 обстрела в Крымском, Новоалександровке и Авдеевской промзоне. Потерь среди военных нет, сообщает в штабе Минобороны. Как используют это затишье украинские бойцы и как отметили день флага, видела наш военкор Ирина Баглай. На промзоне с утра тишина. Этим по максимуму стараются воспользоваться военные медики. На передовой проводят инструктаж, как оказать первую медицинскую помощь себе и товарищу в случае ранения. Тут практически каждый день ранения. В том-то есть право, чтобы боясь реагировал, даже не задумываясь, уже отточенными навыками. Основные ранения – руки, ноги, как бы, уламковые и кульевые. Этой ночью пулевое ранение получил один из наших бойцов. Боевики, хаотично простреливая позиции украинских пехотинцев, выпустили несколько очередей из автомата. Рикошетом пуля попала в руку нашего солдата. Заехали снайпера, они провоцируют, выманивают, чтобы кто-то где-то огрызнулся. Выманивают обычные стрелки, которые сидят на позициях. Снайпер сидит, выжитает. Вопреки тишине, передавая в напряжение, несколько недель наши наблюдали, как боевики стягивают тяжелую технику. Противники не пытаются скрывать, что вывел на огневые точки танки. Практически под прицелом у вражеских снайперов защитники Авдеевки сегодня подняли государственный флаг. Под синим и желтым стягом они держат оборону почти год и готовы отбить любые атаки врага. Мы тут уже 11 месяцев не даем и показали, что мы тут можем. И я считаю, что противник тоже это знает. Перед нами стоят одни из самых сильных подразделений, 1-го армейского корпуса. К поднятию этим прапора показываем тем, что мы не зла, мы стоим тут на самых передовых позициях антитеррористической операции. Мы стоим тут свою независимость. Ирина Баглая, Андрей Косюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. В Кропивницком подняли украинский флаг, привезенный из Донецкого аэропорта. Легендарные киборги установили его там ровно 3 года назад. Во время ротации военные забрали стяг с собой в память о погибших товарищах. Подробнее Елена Брынза. Плац воинской части 3-го отдельного полка спецназначения. Стяг, привезенный из Донецкого аэропорта, торжественно несут под звуки гимна Украины. В небо он взмывает впервые за несколько лет. Боец с позывным Тайсон лично видел, как устанавливали этот флаг в Донецком аэропорту. 23 августа 2014 года двое смельчаков, Евгений Подолянчук и боец с позывным ДОК пошли на риск. Прикрывал их снайпер Сандора. Со всех посадок было видно этот балкончик, поэтому оно не было там безопасно. Все дружило-жило было для нас. Еще плюс, что постоянно пытались его сбить, то есть с минометами, снайпера, то есть их это очень бесило, а нам было это в радость. Евгений Подолянчук через месяц получит тяжелое ранение и умрет по дороге в больницу. Для его товарищей этот стяг не только символ гордости, это память о тех, кто так и не вернулся. Вместе с государственным флагом над частью поднялись тяг полка и черный Холодноярский с девизом «Воля Украины или смерть». Каждый раз при поднятии прапора гимн Украины, это то, что нужно, это нужно и для души, и для понимания, что это наша держава, мы должны их защитить. Бойцы рассказывают, начиная с этого года у них новая традиция. В день государственного флага и в день создания воинской части будут поднимать стяг, который считают символом воинской чести и доблести. Елена Брынза, Владимир Кувакин, подробности, телеканал «Интер», Кропивницкий. Минута молчания, залпы из ружей и возложение цветов. Так сегодня открывали новый сквер в честь героев АТО в Киеве. Обустроили территорию, установили там памятный знак жителей района, которые сами участвовали в боях на Донбассе. На это у них ушло два года, деньги собирали всем миром. Позже к инициативе подключились депутаты. Они помогли ускорить получение разрешительной документации. Когда мы попали в окружение, в Донбассе, там погибли мои друзья, товарищи. Это все сделано было за счет денег людей и моими ребятами с моей спилки. Все полностью, начиная от памятника, заканчивая, вот они даже эту плитку на тротуар сами выливали в цехи. Мы все почули, что идея хорошая, ее все поддерживают. Но от идеи до реализации нужно пройти всю бюрокративую, которая существует, на жаль, среди себе и владельцы. Чтобы это идти обычной процедурой, без такой помощи, скажем, это бы длитко не два месяца, как мы это сделали, а багато. Александра Волкова, которого подозревают в похищении Евромайдановца, Волценко-Вербицкого оставили под стражей. Такое решение принял апелляционный суд Киева. Защита Волкова просила о домашнем аресте, но ходатайство отклонили. За решеткой подозреваемый будет до 26 сентября. Напомню, в январе 2014-го, в период Евромайдана, Игоря Луценко и Юрия Вербицкого похитили неизвестные с территории Александровской больницы. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался. Политиков, которые пришли к власти после Майдана, нужно проверить на эффективность. Об этом заявил народный депутат Сергей Каплин. Говорит, уже зарегистрировал проект постановления о создании парламентской спецкомиссии по этому вопросу. По замыслу Каплина, она должна провести аудит коалиционного соглашения на предмет его выполнения. Еще одно задание – рассмотреть последствия работы с МВФ. По мнению Каплина, обещания данные во времена революции достоинства не выполнены до сих пор. Они использовали доверие людей и факт революции, чтобы получать право просто дальше грабить украинский народ. И отдельно хочу сказать, что кроме Небесной Сотни, которая погибла за новые ценности, за европейские идеалы, за эти месяцы появилось еще Небесный миллион пенсионеров, новых жебраков, которые через ганебную политику уряда и в целом руководство государства втратили жизнь через голод, холод и хвороби. Фемида в огне. В Харькове накануне вечером загорелось здание апелляционного админсуда. В него ударила молния. Огонь быстро охватил крышу и распространился по деревянным перекрытиям вниз. Что удалось спасти, выясняла Светлана Шекера. Сотрудники апелляционного админсуда сегодня не в мантиях, а в спортивной одежде. С утра выносят из кабинетов уцелевшую оргтехнику и мебель. Техника, ксерокс-компьютер, столы сейчас в процессе. Бумаги некоторые пострадали, кое-что в сейфе более сохранилось. Судебный распорядитель Олег Воронин рассказывает, как разгоралось пламя. Когда первый раз сюда поднялся, все было в дыму, но приходилось посадить дела, поскольку дела здесь были. Дела сейфа забрал, пришел, стол стоял, пожарные здесь тушили, сейф сбоку стоял. Сейфа вообще потом не нашел, делал сейфа, только успел забрать. Когда поднялся второй раз забирать дела, столов не было, пол уже был сгоревшим. Огонь вспыхнул накануне в полвосьмого вечера. Справа еще разглядалась, коллега была в заседании, помечники были еще на работе. Как они кажут, блисковка ударила, после этого пошло задивлено. Людей из помещения суда сразу же вывели. Никто не пострадал. И только когда огонь немного утих, спасатели позволили сотрудникам вынести самое ценное. Была эвакуирована серверно, то есть там, где сберег все архивы информации, все наши основные. Пока что фактов того, что какая-то справа сгорела, не установлено. Полыхающая крыша была видна за несколько километров. Огонь в старинной постройке 19 века тушили спасатели всех городских подразделений. Полторы сотни человек, 24 автоцистерны. И только к 7 утра пожар ликвидировали. Майже весь периметр по кривле был охопленный полом. Кроме того, по пустотам и деревянным внутренним конструкциям вогонь расповсюдживался как на третий поверх, так и в некоторых местах примещения на другом и первом поверхе. Следствие рассматривает две возможные причины пожара. Удар молнии и короткое замыкание. Для погорельцев сейчас ищут другое помещение. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьков. После трех сюжетов наших журналистов НПК проверила наконец-то декларацию замначальника Главного следственного управления МВД Дмитрия Бута. И нашло незадекларированную собаку стоимостью 120 тысяч гривен. Еще обнаружили две незадекларированные квартиры и два гаража. И тут, внимание, нет состава преступления и конфликта интересов. Бут может переписать свою декларацию за 2015 год. Как такое решение можно объяснить с точки зрения закона, мы расскажем завтра. Создает ли это прецедент для всех чиновников не вносить все требуемое по закону в декларацию и возможность потом постфактум переписать ей декларации. Кто ВНПК придумал такую ноу-хау и не только об этом мы еще раз повторю, расскажем в ближайшее время. Как и о том, как Бут сын Бута отца от меча карающего спас и с чьей помощью, кто и почему покрывает Бута в системе, мы назовем имена и покажем факты. Максим Поляков уже в браслете. Об этом сам нардеп написал на своей странице в фейсбуке. К посту прикрепил фото, на котором демонстрируют окольцованную браслетом ногу. Электронный аксессуар чиновник надел с пятой попытки. Чем обусловлена такая внезапная законопослушность? Угрозой остаться без залоговых денег или ударом по рейтингу партии неизвестно. Поляков, напомню, фигурант так называемого янтарного дела. Его обвиняют в получении взятки. Арест собственных квартир и жилого дома обжаловал министр энергетики и угольной промышленности. Игорь Насалик обратился в Печерский райсуд столицы. Когда рассмотрят апелляцию, пока неизвестно. Напомню, без крыши над головой чиновника решил оставить президент футбольного клуба Карпаты и бывший бизнес-партнер министра Петр Дыминский. Насалик якобы три года назад занял у Дыминского больше трех миллионов долларов. Тот попросил Печерский суд арестовать имущество министра, квартиру, жилой дом и участок под Киевом. В Украине создадут нацагентство по закупкам лекарств. Сейчас препараты покупают через международные организации. Как будет работать новая структура и о чем еще говорили сегодня на заседании правительства, смотрите далее. Бесконечные очереди в детсады и скромные доходы учителей – это те проблемы образования, которые правительство намерено решить в ближайшее время. В сентябре хотят утвердить план строительства новых детсадов, а в бюджете 2018 прописать очередное повышение для педагогов. Мы подвышим еще на 25%, не меньше 25% заработную плату для украинских вчителей. Это в среднем около 1500 гривен для каждого украинского вчителя. Говорили сегодня на заседании и о деньгах медицинских. Министр согласовали создание в Украине нацагентства по вопросам госзакупок лекарств. Уже с нового года оно начнет закупать некоторые препараты, а полностью заработает в 2019-м. Будет иметь наблюдательную раду, где будут представители и центральных органов власти, международных и общественных организаций. Керевник будет выбираться за конкурсных засадок. Эта организация будет самофинансоваться. Сейчас, согласно закону, препараты закупают через международные организации. В счетной палате на днях заявили, благодаря этому удалось сэкономить до 40%. До 40% были завышены цены на закупку леков. Представьте, сколько денег вкрали в украинские граждане. Только в медицинской сфере. Были бы мы хапугами, мы бы закрывали очи на эти вещи. А мы закрывать очи на эти вещи не будем. Мы будем с этим бороться. Бороться будут и с коррупцией в отрасли. По данным Минздрава, благодаря созданию реестра инсулинозависимых пациентов удалось найти 50 тысяч мертвых душ. То есть, каждый год на лечение несуществующих больных выделяли около полумиллиарда гривен. К этому реестру уже подключились почти все области. Среди отстающих пока Львов, Днепр, Харьков и Черкассы. Анна Каменева, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Первые танки оплот украинского производства поступят на вооружение армии уже к концу года. Об этом заявил президент Петр Порошенко, открывая выставку военной техники на Майдане. Также, по его словам, для вооруженных сил закупят средства радиоэлектронной борьбы и беспилотники. А еще направят почти полтора миллиарда гривен на строительство нового завода по изготовлению боеприпасов. В целом, на перевооружение армии в этом году выделили в 10 раз больше средств, чем в 2013-м, заявил президент. Частина представленных на цей виставке зразков озброєння и вооружение техники уже следующего тижня будет на линии закупления. В частности, это танки, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры, зенитно-ракетные комплексы. И помните, наиболее залезо, это залезо нашей армии, из которого сделаны наши украинские воины. Торжественно подняли украинский флаг сегодня в Брюсселе. В столице Евросоюза два депредставительства. Это посольство Украины в Бельгии и представительство при ЕС. Дипломаты пришли на церемонию в вышиванках. Особое уважение в этот день выразили тем, кто защищает Украину и ее символы от врага. Мы вспомнили тех, кто защищает честь этого прапора на территориях тимчасово неподконтрольных уряда Украины. Нам тяжело усвідомлювать, что столько лет после удостоверения Украины действительно независимости, до сих пор на территории Украины есть места, где за поднятение государственного прапора для проголошения выставления украинской символики можно сесть за грати, быть закатованным. А в Соединенных Штатах не только подняли синежелтое знамя, но и установили рекорд. Какой именно, расскажет Дмитрий Анопченко. Он был в посольстве Украины в Вашингтоне. Цветы и вышиванки в Вашингтоне под звуки гимна поднимают государственный флаг Украины. Он развивается над знаменитым зданием. Именно здесь Джордж Вашингтон достиг соглашения об основании американской столицы, уговорив землевладельцев передать свои территории для создания столичного округа Колумбия. Американцы, которые фанатично относятся к своей истории, ни за что бы не отдали уникальное сооружение. Но историки выяснили этот факт слишком поздно, когда дом уже стал территорией Украины. Его фасад сегодня тоже в синей-желтых тонах. На нем вывесили самый большой в Вашингтоне украинский флаг 4 на 6 метров, чтобы точно не спутать, чье здесь посольство и у кого сегодня праздник. Впрочем, продлится он недолго. Работающим в Вашингтоне дипломатом не до выходных, даже несмотря на предстоящий день независимости. Здесь сейчас согласовывают последние детали завтрашнего визита в Киев министра обороны США, а еще готовят визит министра энергетики Соединенных Штатов. Главной темой которого станут поставки американских энергоносителей в Украину. Так что свет в окнах исторического здания в Джоштауне, украшенного сегодня флагом, в эти дни будет гореть до самой ночи. А когда стемнеет, здание украсит сине-желтой подсветкой. Чтобы сделать это, пришлось несколько месяцев воевать с городскими властями. И лишь учитывая нынешний уровень отношений между США и Украиной, разрешение все-таки выдали. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. В скандинавский детектив с трагическим концом полиция Дании нашла тело пропавшей без вести журналистки Ким Валь. Она интересовалась расследованием наркотрафика. Как погибла девушка и причастен лик ее смерти изобретатель Петер Матсон. Подробнее Татьяна Лагунова. Две недели поисков различных версий и предположений полиция Дании уже знает. Пропавшая без вести шведская журналистка Ким Валь мертва. Я бы хотел выразить соболезнование семье Ким Валь. Сегодня утром я сообщил ее родственникам, что ДНК найденного тела совпадает с ДНК Ким Валь. Тело женщины нашли накануне у побережья Копенгагена. С моста его заметили прохожие и сразу же обратились в полицию. Находка была настолько страшной, что правоохранителям пришлось подбирать слова. Это женщина. Торс женщины. Когда я говорю торс, я имею в виду, что тело без головы, рук и ног. Ким Валь пропала без вести 10 августа. Она вышла в море с датским изобретателем Петром Матсеном на подводной лодке «Наутилус». Это было редакционное задание о Матсене. Проектировщике субмарины «Ракет» журналистка должна была написать статью. На следующий день «Наутилус» подал сигнал бедствия и лодку подняли на поверхность. Но на борту был только капитан. Сначала Матсен рассказывал, что незадолго до крушения высадил журналистку на берег. Но потом поменял показания и заявил, что девушка погибла на борту лодки в результате несчастного случая. И он похоронил ее в море. Пока что Матсену предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. Но не исключено, что после выводов судмедэкспертов статья может измениться. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности Европейское бюро телеканала «Интер». Такими были новости этого дня. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. Хорошего вам вечера. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова